Костя Мамонта и Степного Зубра По словам директора музея, раньше здесь из костей был только рог бизона. Теперь с появлением найденных останков можно понять, какого размера были животные, обитавшие на территории края. Когда посетители смогут увидеть новые экспонаты, пока неизвестно. Сначала кости нужно подготовить и тщательно обработать, а после закрепить с помощью поддерживающего каркаса. Детская команда по слэдж-хоккею может появиться в Барнауле. Первые сборы спортсменов с инвалидностью прошли в Карандин-арене. Здесь каждая забитая шайба – это маленькая победа и большая радость. Слэдж-хоккей для Барнаула новинка. Всероссийские сборы по этому параолимпийскому виду спорта впервые прошли на льду Карандин-арены. Инициатором стал Дмитрий Удалов – игрок футбольной команды «Динамо Алтай», а также опытный слэдж-хоккеист. По моей инициативе было еще год назад и полтора направленно в Москву я созванился, узнавал, как все создать здесь хоккейный клуб. Но не было отдачи. Просто сказали, что нужен большой человек, но не получилось. Но вот я надеюсь, что сейчас с помощью вот этих сборов люди увидят и захотят помочь, чтобы у нас появился такой детский слэдж-хоккейный клуб. Вперед! 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 Хоккей – командная игра. Спорт помимо физической нагрузки – это социализация. На сборы приехали 15 детей из барнаульских реабилитационных центров. Компанию им составили воспитанники слэдж-хоккейных школ со всей страны. Опытные тренеры из Федерации адаптивного хоккея провели неделю интенсивных тренировок. И, по словам наставников, даже за этот короткий промежуток заметен прогресс юных спортсменов. Уже в России около 70 команд. Изучим этот процесс. Поставим ребят, попробуем на лед, как они катаются, как они к этому отнесутся. И уже непосредственно будем смотреть, что дальше делать. То есть поддержку хотим за счет грантов попробовать написать. Будущее барнаульской команде еще предстоит найти деньги на необходимую экипировку. Стоимость одного комплекта формы – около 70 тысяч рублей. А количество игроков может достигать 15 человек. Но то, что уже точно есть у ледовой дружины, так это желание услышать звон лихой музыки атаки. Вадим Слюсарев, Роман Хайрулин. Новости. Уже завтра состоится «Лыжня России». Состязания пройдут по всей стране. В Алтайском крае их проводят с 2001 года. В этот раз гонка состоится на базе отдыха «Славная». Поучаствовать в ней могут как профессионалы, так и любители. Соревноваться жители края будут в трех категориях. Дети 2008 года и младше побегут 2 километра. Юноши и девушки 2005-2007 годов – 5 километров. Взрослые 2004 года и старше – 10 километров. Для участия следует пройти комиссию по допуску. Она будет работать на базе отдыха «Славная». На дворе февраль. Последний месяц зимы почти добрался до середины. Ощущаете ли вы приближение весны? С таким вопросом мы обратились к жителям Барнаула. Чувствуете ли вы приближение весны? Конечно. Почему? Ну, все, таять уже помаленьку начинает. И настроение улучшается. Нет. Да, да, солнышко светит. Солнышко светит с октября. По-другому солнце начало светить просто ярче, как-то теплее ощущается весна. Нет, погода еще очень морозная, поэтому Сибирь. Чувствуете ли вы приближение весны? Чувствую. Почему? Ну, потому что солнышко бывает, пригревает. И иногда аж капает с крыш. Да, чувствую. Почему? Ну, настрой такой. Мне 61, и хочется, чтобы все равно весна была в душе. Сегодня вообще нет. Сегодня очень морозно, но очень хотелось бы. Да. А почему? Солнышко ярко светит там. Там уже большая часть растаяла. Желаю вам весеннего настроения. Не переключайтесь. Спасибо, что были с нами. О. 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 Субтитры создавал DimaTorzok